В нас всех таится такая житейская ловушка. Непоколебимая уверенность, что всё изменится. Что мы переедем в другой город и встретим друзей на всю оставшуюся жизнь. Что влюбимся, реализуем себя, что бы это ни значило. Что всё будет хорошо. Это всё как пустые сосуды для хранения сплошного потока дерьма. Никто себе не реализует. Разве что сдохнув. Тоже мне хорошо. Нет, нет, нет. Ничего никогда не будет хорошо. Собственно говоря, всем привет. Давно не выходили видео на канале. Это связано с тем, что в некотором роде мне некогда особо играть. И отсутствие замечательного контента в олодах тоже даёт, к сожалению, о себе знать. Ну, тем не менее, как вы видите, мы снова с вами на Аморе, полисе, дабы разобраться, что изменилось в лучнике в обновлении 10.0. Ну и первым я предлагаю рассмотреть PvP-аспект, который в некотором роде претерпел изменения в текущем обновлении. Билд не претерпел особых изменений. Выглядит, в принципе, как и в прошлый раз. Жертвуем очками умений со взрывной стрелы из Дикой охоты и берём на тройку штормовую стрелу. К новому обновлению добавилась вехаверная рука, которая увеличивает весь исходящий урон на 20%, но при этом запрещает стойку комбатант. Поэтому PvE и PvP-RDD тоже, так сказать, стали более востребованы, чем были до этого. Но поскольку мы рассматриваем лучники в гибриде, то эта веха нам не понадобится. В втором поле берётся всё, как всегда, по стандарту. Это комбатант, усиление покушения, коварный удар, вехи на яды, усиление коварного удара при дотах. Как видите, так же ничего сильно не поменялось. Третье поле так же не претерпело сильных изменений. Единственное, что теперь имеет смысл брать эксперта зачарования. Как всегда, раны. Набираем статы и увеличение боезапаса. Эффект плут. Эффект плут на группу. Непосредственно сам маятник, который будет сжаться по КД в дальнейшем. И обманное прикрытие. Статы выглядят привлечительно следующим образом. 740-750 мастерства, около 200-250 решимостей и порядка 300-400 беспощадности. По специальным атакующим статам всегда остается двойная атака, стремительность. В защитных статах 300 осторожности. И выборы дополнительных видов защит зависят исключительно от вас. ДПС цикл остался такой же, как и был прежде. А именно, ядовитые чары, прицельный выстрел, затем бросок кобры, калечащий выстрел, переключение стойки, покушение и под пламенными чарами коварный удар. Ротация циклична и повторяется без каких-либо малейших изменений для достижения наиболее желаемого результата. Теперь перейдем к пвп билду в рдд, так сказать, аспекте. Выглядит билд следующим образом. В моем понимании билда, так сказать. Продолжение следует... Поля вверх развития выглядят следующим образом. Под данный вариант билда имеет смысл заливать большее количество решимости, но слишком перебачивать с ней также не стоит. По атакующим специальным характеристикам все остается абсолютно так же. По защитным тоже как бы особых изменений нет, поскольку меняется не сколько стат билд, сколько меняется сам билд и направление его развития. ДПС цикл в данном виде билда выглядит следующим образом. Под ядовитыми чарами мы дважды настреливаем обстрелом 12 стаков слабого яда. При желании закидываем под ядом прицельный выстрел, вешая стак сильного яда. Набирается 2 стака пристрела и так же закидывается калечащий выстрел. То есть все крайне просто. По соло цели так же можно использовать комбинацию в виде яд 2 обстрела, калечащий выстрел и под огнем прицельный. Вот, если мы так сказать врываемся в толпу, то боже, откуда у вас тут столько много импов, вот прям как будто знают, что я сижу что-то пишу. Если мы с вами врываемся в толпу, то ДПС цикл вообще становится максимально простым. А именно, закидывается под яд взрывная стрела, под огнем прицельный выстрел и штормовая стрела. Ну, и давайте пожалуй рассмотрим последний, так сказать, аспект. Это ПВЕ аспект на лучнике. ПВЕ билд у лучника крайне прост как в создании, так и в применении. И выглядит он следующим образом. Стат билд на разведчике в ПВЕ выглядит приблизительно следующим образом. Порядка 400 мастерства, 200 беспощадности, максимальное значение решимости. 240 двойной атаки, порядка 300 стремительности. По защитным статам заливаем осторожность и сосредоточенность. В случае, если вы лютый летун в компасах, начиная с 20+, имеет смысл заливать дополнительные виды защиты на паках, потому что это играет достаточно большую роль и позволяет вам не терять по тупому смерти. Ротация в лучнике в ПВЕ крайне примитивная и выглядит она следующим образом. Мы под ядовитыми чарами, как и в ПВП, закидываем два стака обстрела, закидываем колечащий выстрел. После этого, под ядовитыми чарами, также закидываем прицельный выстрел. Собственно, весь ДПС, который у лучников в ПВЕ, зависит исключительно от правильности и количества навешанных дотов, их бесперебойного тиканья и правильно подобранных стат. В случае с паками, когда нужно выдать максимальное количество АОЕ, так сказать, поскольку у лучников в этом есть некоторые проблемы в сравнении с теми же некромантами, магами и прочими классами, у которых АОЕ гораздо выше. Но АОЕ ротация выглядит следующим образом. Под ядом закидывается как и в ПВП взрывная стрела, под огнем закидывается прицельный выстрел. И в случае крайне сильного пака, где нужно выдать максимальный урон при разогнанной решке, закидывается уже непосредственно штормовая стрела. Также имеет смысл по КД на паках кастовать обстрел, так как взятые вехи, подушечка для иголок и разрывной наконечник наносят также дополнительный урон по площади. Ну вот и собственно говоря, краткий обзор гайд, как хотите так это и называйте, по разведчику подошел к концу. К сожалению не смог углубиться в лучника, сделать вставки на батлграундах и так далее и тому подобное, поскольку в данный момент занимаюсь параллельно гайдом по паладину, который должен будет выйти уже приблизительно в конце этой недели. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить пальцы вверх. Ну а с вами был Таветту, гильдия Золотая Орда, сервера наследия богов. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok